Добрый день, это программа «Парадокс», ее ведущий Степан Демура, телефон студии 6510996, код города 495, звоните, задавайте вопросы. В гостях у нас сегодня Андрей Никитин, генеральный директор агентства стратегических инициатив. И поговорим мы сегодня о стандартах, разработанных агентством для российских губернаторов. Чему их будут учить, мы узнаем в ближайшие 50 минут. Добрый день, Андрей, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Я всегда думал, что их не учить, надо пороть, они все-таки бояре, чтобы царь-батюшка приезжал и порол. Нет? Ну, лучше, конечно, учить сначала. Сначала они обучаемы вообще? Ну, на самом деле, больше того, есть губернаторы, которые сами могут многому научить и федеральные власти, и не только федеральные, на самом деле. Есть очень хорошие практики у нас в регионах по привлечению инвестиций, по строительству производства. То есть, на самом деле, есть хорошая ситуация, когда появился разрыв. Если помните, у нас было время, когда такое отношение общества к губернаторам было в целом достаточно критичное, да, с точки зрения того, как они занимаются не только социальными вопросами, но и вопросами развития. А сейчас есть 10-15 регионов, которые сильно ушли вперед. Ну, Калужская область, например. Например, Калужская область. Ну, сейчас они банкроты, правда, из-за развития. Ну, как, по настрою всего ничего не дает никакого выхлопа, и Калужская область становится банкротом. Ну, вы знаете, я три года слышу про то, как Калужская область становится банкротом. Она все продолжает выплачивать кредиты, гасить обязательства, привлекать новое производство. Они еще, мягко скажем, не банкрот. То есть, у них все хорошо. Понятно. Ну, тогда на стране все замечательно. Что их вообще учить? Так вот, я говорю, появилось 10 ярких лидеров, может быть, 15, и остальные. И когда появляется разрыв, появляется поле для соревнования, для обучения. Вот ситуация, я считаю, достаточно интересная с точки зрения обучения. А вот хорошо, вот у вас ведь есть совершенно четко выработанная программа. Скажем так, к чему нужно учить? Вы можете перечислить по пунктам, к чему их нужно учить, на ваш взгляд? Самое главное, для чего? Вы знаете, мы там велосипед не изобретали, мы проанализировали практики, лучшие практики, вот этих самых 10-15 регионов, вместе с бизнес-объединениями, свели их в единый стандарт. Там деловая Россия активную часть очень принимала в этом. И появился набор из 15 пунктов. Они все очень простые, они не сверхсложные, и мы считаем, что это минимально то, что должен делать каждый губернатор по отношению к своим инвесторам. Например, губернатор должен иметь стратегию инвестиций. Он должен уметь объяснить инвесторам о том, какие отрасли он хочет развивать, что он для этого готов делать, какие средства готов вкладывать. Например, эта стратегия должна быть связана со стратегией образования. То есть это не отдельно существующая бумага, которую никто не видит, документ, который реально работает на воспроизводство кадров необходимых. Например, мы говорим о том, что губернатор обязан из своих предпринимателей, из региональных, создать совет по привлечению инвестиций и все свои решения как минимум с ними обсуждать. Прежде чем принимать в части строительства инфраструктуры, в части создания всяких разных сущностей, типа агентств развития или технопарков и так далее и тому подобное. Например, очень интересный пункт, на мой взгляд, это вопрос, связанный с обязательным участием потребителей в составе региональных энергетических комиссий. Понятно, что там у них по закону право голоса быть не может, но знать о том, как формируется тариф и почему он такой, мне кажется, сообщество в регионе имеет право. На самом деле все эти стандарты, они же только про одно, про то, что начните разговаривать, начните разговаривать, начните совместно вырабатывать свои планы и реализовывать их и оценивать. Андрей, а как вы будете оценивать работу губернатора, предположим, спустили ему бумажку, 15 пунктов, тоже сделал тот, 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 тот. Хорошо, прошел год, да? Да. Какие могут быть сделаны оргвыводы, как вы будете оценивать проведенную работу? Вы знаете, вот очень большое наше преимущество, то, что мы не являемся федеральным органом, мы всего лишь некоммерческая организация, и у нас нет необходимости самим кого-то оценивать, да? С одной стороны. С другой стороны, что мы предложили, это реализовано. Сейчас изменились критерии оценки губернаторов, которые утверждены в указе президента, то есть их, как вы помните, оценивают довольно давно. Там было время, когда пунктов оценки было около 300, и понятно, что при таком объеме там можно оценивать кого угодно, как угодно, но все равно это будет неправдой. А сейчас в части экономики это 15 пунктов. Часть из них наша, часть из них не наша, но мы не требуем от губернаторов и не ставим это как показатели оценки исполнения стандарта. Меня интересуют два показателя, по большому счету. Там есть еще, но я вот, первый, это опрос предпринимательского сообщества, который осуществует в регионе, о качестве инвестиционного климата. На самом деле инвестклимат это то, как это люди воспринимают. Выполнит он стандарт, не выполнит. Если предприниматели в регионе готовы вкладываться в развитие, это хорошо. А второй показатель, кстати, это первый опросный показатель, который появился в критериях оценки губернаторов администрации президента. То есть раньше никаких опросных показателей не было, были только там... Вчера раньше был только один показатель. Единая Россия выиграла, набрала 70%, хороший, меньше 70%, плохой, все, заменяем. Ну таких показателей я не знаю. Ну я как наблюдатель, обыватель, ну так вот считаю. А вторая история, это доля малого и среднего бизнеса и темпы ее прироста. На самом деле регионы нефтяные, регионы ресурсные очень сильно сопротивлялись введению этого показателя. Они говорили, ну как же мы вот у нас, ну извините, тогда у нас главным инвестором является, там, являлся бы в предыдущие годы остров Сахалин, которому очень повезло с ресурсами, где Газпром строил свои, как бы, трубопроводы, да, и вроде как инвестиции в регион пришли. А вы попробуйте привлечь малый и средний. Вот это задача губернатора. Она не зависит от того субъективного фактора, сколько у него там чего вдруг образовалось в недрах. Вот я бы выделил два. Ну, Андрей, извините, что я сперваиваю, ну хорошо, ну не выполнил он, ухудшился инвестиционный климат, малый и средний бизнес не развивается, дальше что? Дальше президент должен принимать решение. То есть у него будет эта информация, дальше это его компетенция думать о том, нужен ему такой губернатор или нет. Но если есть регионы, где темпы роста экономики под 10%, темпы привлечения инвестиций там растут на десятки раз, а есть регионы, где там около нуля, то, наверное, можно попытаться чисто управленчески сопоставить. 10% это где? Под 10% это на разных годах. Это Калуга, это Липецк, это даже Ульяновск, это Татарстан. Ну вот те регионы, с которыми мы начинали отрабатывать. В зависимости от конъюнктура рынка внешнего, Липецкий. Нет, не всегда. Поставлено на металлы. Там же аграрный сектор. Там, кстати, инновационная тема очень хорошо развивается. То есть там такие предприятия появляются, которые не ждешь от Липецка так вот сразу. А вот вы никогда не задумывались над тем, что, может быть, если позволить все-таки людям избирать губернаторов, скажем, судей, шерифов местных, как-то ответственности будет больше, не надо ничего придумывать, никаких программ. Смотрите, какое дело? То есть, во-первых, губернаторов, насколько я понимаю, избирают сейчас. Да? Ну, у нас президенты избирают. Нет, я серьезно хочу поговорить по этим бизнес-секам, Юрьевич. Вот никогда не думали, что, в принципе, губернатор такой же менеджер, который должен быть полностью подотчетен не вверху, а низу. Ну, вообще, демократия явно лучше, чем не демократия. Я с вами здесь в целом согласен. Я думаю, вот о чем. Там на самом деле не всегда, как мне кажется, это мое личное мнение, сугубо личное, вот уровень зрелости общества позволяет избрать губернатора, который будет не только популистски обещать какие-то вещи, да, но и понимать, что ему нужно работать с десятилетним прицелом. Знаете, вот мы тут одну статистику интересную посмотрели, когда готовился госсовет по привлечению инвестиций. Взяли область, посмотрели, область, как известно, дает инвесторам некие льготы. Дает она их потому, что их дают особые экономические зоны, другие области, есть конкуренция. Так вот, если инвестор в область пришел, приземлился, построил свое предприятие, работает, то он некоторое время имеет освобождение от какой-то доли областных налогов, например. И что происходит? Гражданин, который пошел работать на это предприятие, он начал получать хорошую зарплату, купил себе какую-то машину в кредит, там, не знаю, квартиру в ипотеку. А деньги в субъект, которые из налогов должны приходить на социалку, еще туда не пошли, еще льгота действует. И вы уже, как бы, чувствуете себя уверенно, а дороги вокруг вас еще пока не очень отремонтированы. И получается, что губернаторы, вот в нынешней модели, губернаторы, которые привлекают инвестиции, это самоубийцы. Потому что эффект получат, вот по той модели, которую мы просчитали с регионами, через 8-9 лет они получат эффект, который они смогут объяснить своим гражданам, что вот я привлек инвесторов, вот смотрите, у нас стал лучше социалка. То есть сейчас есть такая ситуация, и как это не обидно, да, то есть, если вы думаете о будущем, вы делаете работу, скорее всего, для следующего губернатора, да, в общем-то, который придет уже, там уже как раз льготы закончатся, можно будет отчитываться красиво и так далее. Такая ситуация есть, и мы не углубляемся в вопросы, там, политики, это не наша задача. Наша задача сделать так, чтобы у них были какие-то поднятия, вот знаете, я бы сказал, нижнюю планку. Все равно регионы будут придумывать что-то свое. У кого-то есть география, у кого-то ресурсы, у кого-то там какие-то уникальные там... Клеймат, все что угодно, да. Образование, кстати. То есть я вижу просто по месяцам, насколько фактор образования, с точки зрения иностранных, особенно инвесторов, начинает играть первоочередную роль в качестве университета в регионе. Ну вот базовый уровень... А вот здесь вот подробнее, что вы имеете? Как что я имею в виду? То есть какие ресурсы трудовые вы можете предоставить тому инвестору, если вы губернатору... То есть вы имеете в виду выпуски просто из вузов? Да. Кого там учат, чему учат, и насколько эти люди способны работать сразу, без того, чтобы вы как инвестор еще вкладывали много-много денег в их дообразование. Ага. Есть такой эффект реально? То есть это видно просто по инвестициям, по динамике инвестиций в регион? Абсолютно. Больше того, вот перед госсоветом декабрьским мы провели такой интересный опыт. Андрей, извините, должен вас прорывать, мы уходим на новостной перерыв. Снова в эфире программа «Парадокс». У нас в гостях Андрей Никитин, генеральный директор агентства стратегических инициатив. И говорим мы сегодня о стандартах, разработанных агентством для губернаторов. Ну, Андрей, давайте начнем то ли с яйца, то ли с курицы. На ваш взгляд, какие сейчас проблемы стоят перед губернаторским корпусом? Вот в данный момент, в данной политической ситуации. Я думаю, главная проблема, которая стоит сейчас перед губернаторским корпусом, это, я бы выделил две. Я сам не губернатор, да, как известно. Ну, скоро встаньте. Нет, вряд ли, надеюсь. Так вот, первое, это как распределить ресурсы между задачами по повышению зарплат в социальной сфере, которые есть в указах. И вторая проблема, как при выполнении этих указов потратить деньги еще на развитие территории, на инвестиционное развитие. А третья, наверное, проблема, которая имеет отношение к первым двум, где взять кадры талантливые на средний уровень для того, чтобы эти задачи можно было решать. Ну, если быть ценником, то есть первые две проблемы, это как бы выполнить все социальные обязательства, не обанкротив регион. И второе, кто это будет делать? Ну, в общем, да. Не только не обанкротив регион, а создав предпосылки или площадки для развития, чтобы туда приходили инвесторы, там вкладывались деньги. А вот задачи вообще выполнимы или нет? Ну, ряд регионов показывает, что да. На самом деле, понимаете, тут с предпринимателями есть интересная такая штука. Вот мой там товарищ, партнер бывший, когда еще в бизнесе работал, он никак в жизни не инвестировал в проекты с окупаемостью больше трех лет. Просто потому, что у него горизонт планирования, он верит так. Соответственно, это ограничивает очень серьезно, да, в общем-то, все инвестиции на самом деле. И задача губернатора сделать так, чтобы люди, которые... И это вопрос не только привлечения иностранных инвесторов. Мы, к сожалению, не Панама. Нам, производители сникерсов, вот так, их вот сколько-то придет, да, ну, это количество ограничено, да, там, уважаемых западных производителей товаров народного потребления. Для того, чтобы твой конкретный предприниматель, который у тебя здесь уже есть, и который платит себе дивиденды, ну, там, он, допустим, очень честный человек, а платит дивиденды, да, то есть, и ничего особо не вкладывая при этом в развитие производства, вдруг перестроил свою стратегию. Вот это задача губернатора. Понравиться своему предпринимателю. Ну, смотрите, вы здесь уже практически говорите о том, что нужно создавать инвестиционный климат, потому что человек, который из предприятия, которое давно себя окупило, у него есть денежный поток. Да. У него стоит вопрос. Расширять производство, то есть, сделать опять долгосрочные инвестиции, либо все это выводить за бугор. Или дачу на Лазурном берегу, да. Да, да. Но тут тот губернатор, это уже мало что зависит. Разве, смотрите, ну, элементарный пример, что местный губернатор может контролировать местных силовиков? Нет. Может. Ну, над ним всегда стоит губернатор из Москвы, который контролирует из Москвы. И что, ну, мы же по земле все ходим. Понимаете, у меня впечатление только, не обижайтесь, я совершенно открытый человек, что вот все эти инициативы, они пытаются починить одну трубу, да, нужно менять всю систему. Вы сказали очень правильное слово, на самом деле, фразу. А где взять людей, которые это будут делать? Вот умный парнишка, скажем, ну, как парнишка, мужчина, скажем, лет 30, да. У него есть свой бизнес, предприниматель, вроде с башкой дружит, особых вредных привычек не замечен, коксом не балуется, скажем. Ну, смысл ему идти работать на губернатора, каким-то там советником, либо занимать какую-то должность, смысл только один, гешефт. Другого-то нет? Ну, вроде не послужить, есть такой смысл еще. Вот, послушайте, рыба тухнет с головы, да? Да. Давайте мы будем серьезно говорить, вот, как заинтересовать таких людей идти на госслужбу? Задачами, интересными задачами. На самом деле, давайте про рыбу отдельно поговорим, да, но я считаю, что мотивация просто поработать на благо страны, она есть. Есть люди, которые готовы это делать, между прочим, как-то парадоксально, после всех этих лет, согласен. Вопрос в том, зачем вы туда идете, если вы можете решать интересные задачи, которые вам, как человеку, приятно решать, и вы понимаете, что от этого что-то меняется. Вот мне один губернатор сказал, известный достаточно, что, знаешь, вот я вот уже человек взрослый, поживший, вот я хочу, чтобы меня люди вспоминали с благодарностью. Я уже понимаю, что вот сколько-то у меня денег есть, там, вряд ли будет сильно больше, да? Мне хочется, чтобы, там, прошло 20 лет, и говорили, вот был такой у нас на нашей, там, среднерусской земле, да? Вот такая мотивация, она существует. Вопрос в том, что часто человек приходит, там, с ворохом идей, там, еще с чем-то, да, и дальше он просто погружается в рутину, в бюрократию, и понимает, что, там, у него КПД, там, 3%, как у паровоза, да, что он занимается перекладыванием бумажек из конца в конец. Вот, вот, это ответственность губернатора, это ответственность человека, который имеет достаточное количество ресурсов, чтобы свою команду сформировать, прикрывать ее от всех возможных, там, как бы, вопросов, да? Вот у него такая, конечно, вице-губернатор, там, силовиков не может никак, в принципе, там, с ними взаимодействовать только по горизонтали, да? Да, губернатор может, он, он, его назначает президент, сейчас избирают его, да, то есть, ну, в президентской вертикали живет, да, и есть губернаторы, которые несут, берут эту ответственность. Вот вопрос команды, на самом деле, он крайне важен, да, и успешны те регионы, где такая команда есть. Ну, а часто такое случается, что вот такая команда появляется, люди действительно что-то делают, ведь у меня вопрос сводится к тому, а насколько вот в данных условиях самостоятельен губернатор? Вот, что губернаторова, а что царева, грубо говоря. Команда, это чисто компетенция губернатора. Это компетенция губернатора. Фонды. Фонды какие? Материальные. Денежные фонды. То есть, денежный ресурс, денежный материальный ресурс. Это губернатор. Бюджет региона, это губернатор, конечно. Губернатор. Да. Возможность работать с институтами развития московскими, какими-то там разными, не будем сейчас говорить, плохие, они хорошие, там, правильно они работают, неправильно. Вы имеете в виду возможность получать экспертный совет? И федеральные деньги различного вида, это тоже губернатор. Это вполне можно делать. Если бы вы видели, какого качества проекты приходят. Я же с институтами развития тоже работаю, я постоянно говорю, давайте вот в области инвестировать, что же мы так. Мне говорят, Андрей, посмотри на бумаги, которые к нам присылают. Дети, ну не дети, студенты второго курса рефераты пишут лучше, чем эти чиновники, которые пишут проекты. Но они просто там с другим сидят, у них другие задачи. Ну это вот про мотивацию, про компетенцию, да, вопрос. Так вот, очень многое может сделать губернатор, на самом деле. Не надо думать о том, что это вот такая какая-то фигура, которая там не отвечает ни за что и не занимается ничем. Есть, моя вот, мое субъективное мнение, есть, по моей задаче, я не могу судить про все, я не знаю там про политику, еще про что-то, это не мой вопрос. Вот 15-20 губернаторов, которые реально хотят что-то сделать, еще, наверное, там 30, которые хотят что-то сделать, потому что чувствуют, что это пора делать, там больше, так сказать, из чутья, да. Ну там виллу же кто-то точит, грубо говоря, да. И остальные, которые, допустим, вот по моим вопросам создают невидимость деятельности. Вот они тоже есть такие, их примерно, может, от трети там до 40%, да. Но, опять-таки, здесь удовольствие в том, что агентство, не федеральное министерство, не Минрегионы не обязаны со всеми работать. Я работаю только с теми губернаторами, которые хотят работать и хотят что-то менять. Тогда я могу помочь, я начинаю привлекать что-то туда, пытаться как-то там содействовать их развитию. То есть ОСИ такая любопытная структура, она чисто, это площадка, она возбуждается, когда есть внешний сигнал. Есть хороший проект, мы помогаем, есть хороший регион, мы тоже стараемся ему помогать. Нет сигнала, ну и бог с ним, как бы, это не мой вопрос, да. То есть вот там, значит, зачем-то, как говорится, человек существует, зачем-то он нужен. Ну, хотя бы пример приведите, такой конкретный пример, когда вы с губернатором что-то сделали и какой был выхлоп. Давайте про Калужскую область, про то же самое. Так вот, Калужская область, наш лидер, наш самый известный лидер, который думал, что вот как раз наш стандарт ему-то не нужен особо, он-то точно все лучше знает. И там был такой пункт, это наличие плана инфраструктуры. Не разрозненного количества бумаг, где написано, что вот мы дорогу к 30-му году построим, а электростанцию к 20-му. Ну, никого же не интересует к 30-му. Интересует, как ты по километрам будешь ее строить каждый год. Чтобы человек мог подумать, а вот мое предприятие, ну, когда сюда попадет? Вот не до 30-го, а в 27-м, да, например, или там в 25-м. Калужская область сделала некий план. Мы же не сами оцениваем внедрение стандарта. Собирается экспертная группа из предпринимателей, из местных. Мы только фиксируем их мнение. То есть нет задачи объяснить мне, почему у него все хорошо. Своим объясни. И вот Калужская область, которая полностью уверена в том, что у них все здорово, приносит план и получает оценку 0 от местного же бизнес-сообщества. Говорит, это не то. К чести Калужской области, почему они так эффективны? Потому что они это поняли, они не обиделись. Они переделали, и сейчас это лучший документ, который существует. Это лучшая практика в стране. То есть только в Калужской области вы можете зайти на портал, ткнуть на деревню какую-нибудь, где вы хотите построить свою пекарню, и узнать, что там будет и когда. Вот конкретно, да? Вот это хороший кейс. А насколько это соответствует, скажем так, реальному плану того, что будет делать? Пока соответствует. Пока соответствует. Это публичное обязательство губернатора. Он взял на себя обязательство делать вот так. Вот если он этого не делает, ну это другой вопрос, да? Это уже вопрос как раз к избирателям, которые должны фиксировать подобного рода публичное обязательство. А есть регионы, где обижаются, где они пишут бумаги по стандарту какие-то, вместо услуг. То есть я всем пытаюсь объяснить, что вы должны услуги предоставлять. Как вы это назовете в соответствии или со стандартом, мне вообще не важно. Вот вы должны делать это, и люди должны понимать, что вы это делаете, быть довольным. Как в магазине, да? Или там в парикмахерской. Они делают бумагу. Приносят это к своим же предпринимателям. Предприниматели говорят, нет, это не то, извините, мы никогда вам это не подпишем. Как результат. И мне приходит там письмо в Москву, а давайте поменяем предпринимателей. Это какие-то не те предприниматели. Серьезно? Ну бывает такое, да, тоже. Но сейчас меньше. А сначала так и было. Пришлите новых из Москвы. А я говорю, у вас есть другие. Они говорят, ну у нас есть общественники. Я говорю, нет, вы знаете, общественники вам ничем не помогут с точки зрения увеличения инвестиций на капитал. По большому счету. То есть, для меня, как вы понимаете, я же не занимался раньше такими вопросами. Я занимался бизнесом. В общем, вот эти два года, это такой уникальный опыт. То есть, я столько всего узнал про эту историю. Ну, Андрей, к сожалению, мы должны уйти на новостной впервые, вставать с нами. Снова программа «Парадокс». В гостях у нас Андрей Никитин, генеральный директор агентства «Стратегический инициатив». И говорим мы сегодня о стандартах, которые они разработали для губернаторов. И вообще, зачем эти стандарты нужны, и что это такое. Ну, Андрей, вы знаете, вот у меня такой провокационный вопрос возникает. Вот я его слушаю. Вы говорите настолько, ну что ли, тривиальные и обычные, естественные вещи, что любой человек, который их не понимает, ну, ему, наверное, надо как-то вот в психушке, что ли, жить. Ну, это же элементарная вещь, называется бизнес-планирование. Да, ничего такого особенного мы не говорим. И я с ужасом понимаю из того, что вы говорите, что для многих губернаторов это какое-то откровение. И вопрос тогда, а кто их назначал и зачем они туда шли? И с чего, и с какими целями они подбирали себе команды, для которых это откровение? Ну, я бы не стал вот так вот говорить. Вы говорите вещи, которые, ну, не обижайтесь, они очевидны. Вот когда вы разрабатываете элементарный бизнес-план, да, например, там, карьера, вы должны знать, сколько самосвалов работает, какие есть мощности электрические, сколько нужно дизельных станций, сколько нужно бла-бла-бла-бла-бла, какой глубины, какого отвеса стены. Это же элементарно, без этого даже ничего не начинается делать. Я просто сам был. Два года работал на рудниках, как говорят. Ну, это же очевидно. Куда вот эта вот культура управления, причем это элементарное государственное управление у нас исчезло? И кто вообще эти губернаторы? Откуда ей взяться, этой культуре? Вот смотрите. А почему она исчезла? Есть. Она что, была в советское время, что ли? Ну, вообще-то у нас строили огромные, скажем так, огромные предприятия, и вроде чего работало. Кто думал об эффективности, о налогах, там не было налогов, извините. Ну, согласен. Не было эффективности, да, то есть, извините, это было совершенно другое. Это были мощности выводимые, да, то есть, а не бизнес и не экономика. Все мы выросли, там, я, может быть, там, в последнее поколение, которое, там, помнит, как меня принимали в пионеры, да, то есть, я прекрасно это помню. Я был последним, кто сдавал научный коммунизм. Я вот на комсомоле споткнулся, так сказать. Вот, так вот, люди-то все оттуда же, и мы все оттуда, да, и не было такой практики. И давайте не будем, вот, скажем так, принижать роль губернаторов. Там есть вопрос социальной стабильности, есть преступность, есть там алкоголизм, наркомания, еще куча всего. Наверное, наверное, если подумать хорошо, то, занимаясь решением острых социальных проблем, хорошо бы подумать еще о будущем. К сожалению, не все об этом задумывались. И, может быть, очень эффективный губернатор, который занимается решением социальных вопросов, строит садики, школы, больницы, это его важнейшая работа. Но, при этом, если он вырос в советское время, у него может, я допускаю, может быть мысль, что деньги на это все всегда будут присылать из Москвы. Ну, некоторые губернаторы у нас говорят, Аллах присылает. Ну, тем не менее, бизнес на то же, кстати, развивается. Тоже там есть большие плюсы, да, Аллах тогда не только присылает деньги, он еще и таланты туда присылает, как неудивительно, да. Так вот, на самом деле, мне кажется, проблема в этом. Это проблема поколенческая во многом, да, и проблема не в том, что люди не хотят, или что они плохие. Они просто свою задачу видят по-другому, да, они видят ее в том, чтобы обеспечить вот это решение этих социальных вопросов, повысить там благосостояние вот этих вот бюджетников и так далее. Ну, вопрос... Ну, грубо говоря, то, что вы говорите, это называется обеспечить явку и выборность практически, да, на следующих выборах, в большом счете. А потом уже трава не горит. А потом, знаете, возникает интересная ситуация, да, вот один губернатор очень талантливый мне про это рассказывал, когда они решили социальный вопрос в одном отдельно взятом научном моногороде, оказалось, что начались проблемы с явкой и с, в общем-то, с, скажем так, с оценкой деятельности. Тут же возникает интересная ситуация, да, это все критикуют пирамиду Маслова, да, но она, тем не менее, где-то работает, да, как только у вас появляется время, кроме, там, задачи добывания себе еды на что-то, да, вы начинаете смотреть вокруг, и вот тут возникает вопрос губернатору, а что ты сделал для того, чтобы у нас была мечта, было будущее? Чтобы мы хотели жить здесь, чтобы здесь было образование, здесь была работа, да, и вот все, 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 что вокруг. Вот, видимо, время пришло, да, у нас там период, как в бандитских девяностях, да, закончился, там, 10 лет стабильности, там, привели к тому, что, в общем, средняя зарплата по стране у нас, мягко скажем, уже явно больше, чем производительность труда, в разы. И как-то возникает... Как просто, да. Да, 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 да. Вот, и надо думать... Как-то возникает вопрос сразу, а долго ли будет так продолжаться? Это чтобы продолжалось, нужно, чтобы что-то строилось, да. Нужно, чтобы доходы корпорации росли, да. Да, да, и не только нефтегазовых, на самом деле. Вчера, кстати, событие очень важное для нас произошло, наконец, правительство издало распоряжение, подписало дорожную карту о доступе малого и среднего бизнеса к закупкам компаний с госучастием. В ноябре одобрил президента на обсовете, вот оно, вот с ноября у нас так очень трудно, тяжело, но все-таки дошло до нормативного документа. Теперь вот ее бы выполнить, эту карту. В общем, надеемся, что все-таки это что-то даст. А сильно она изменилась пока? Лежала там, полилась, обсуждалась? Она не изменилась сильно, вот именно потому она долго и лежала, потому что было очень много вопросов. Есть же позиция, что там делать квотирование для малого бизнеса неверно, да, потому что это там не факт, что это будет самое дешевое. Но практика мировая показывает, что все-таки это правильно, это нужно делать. Если не будет малого бизнеса, если люди не будут понимать, что по каким-то хоть правилам они могут зайти на большие поставки, да, там придумав что-то интересное, да. Может быть, это не самое дешевое будет, но это вот... Меня просто поражает с этой точки зрения у тех же британцев или немцев, как у них под крупной корпорацией находится огромное количество средних корпораций и огромное количество субподрядчиков, где работают там 5, 6, 10 человек. И, в общем-то, можно произвести в этой стране практически все что угодно, кто бы что ни говорил, как говорят. Вот это та же самая идея, получается? Да, это та же самая идея. Эта идея там, опять же, поскольку агентство не является экспертной организацией, мы на себя задачи сложных осмыслений стараемся не брать, мы стараемся отвечать на простые вопросы. Вот простой вопрос, почему какая-то уважаемая монополия закупает все лотами по нескольку десятков миллионов рублей, причем в лот входят и гвозди, и провода, и трактора. Да. Но это же очевидно, что никакой малый бизнес одновременно все это почему-то не производит, да? Что это явно будет какой-то оператор, какой-то посредник, ну и так далее. С накруткой и тому подобное. Да. И вот карта-то про то, что давайте это запретим, давайте вот гвозди отдельно, трактора отдельно хотя бы, и давайте посмотрим, сколько там малого бизнеса. И давайте вы возьмете на себя обязательства, там, закупать у них в определенный процент. Мы вам не будем говорить у кого, вы сами там подумайте, какой малый бизнес. Кстати, ТНК, BP компания, уважаемая компания BP, как-то они говорили о том, что когда они стали квотировать малый бизнес, они говорят, да, первый малый бизнес это были наши бывшие сотрудники. Да, мы понимаем, что это может быть не сильно красиво с точки зрения там корпоративной этики. Но, тем не менее, мы на это пошли, и через 20 лет там все равно те, кто был талантлив, и кто реально что-то делал, они стали зарабатывать по ним, да. А те, кто стал малым бизнесом благодаря административному ресурсу, естественно, отпали рано или поздно. То есть это тоже даже не так плохо, на самом деле, если это будет возникать где-то рядом с понополиями. Пусть возникает, пусть возникает правило. Но это добавит, на самом деле, на мой взгляд, и некоторой экономической стабильности и регионам, и, в общем-то, обществу в целом. Это занятость, это демпфер определенный, да, который позволяет людей занимать. Тоже губернатор один мне как-то сказал, похвастался, говорит, у меня вот сейчас 7% малый бизнес, а вот я хочу 12 через 5 лет. Я говорю, знаешь, вот надо 30. Вот 12 тебе ничего не даст от 7. Сделаешь 30. Получишь конфетку. Можешь считать, что ты, в общем, можешь памятник на тебе благодарный малый бизнес поставить в своем регионе когда-нибудь. У нас есть телефонный звонок. Андрей Николаевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Есть сакраментальный вопрос. А нафига? Ну, еще есть два сакраментальных вопроса. Нет, есть три сакраментальных вопроса. Два к этому, да. На которые, на которые, вот там какие-то губернаторы должны постоянно, ежесекунду отвечать. Что делать, зачем делать и как делать. А вот граждане из открытого правительства, ну, я на них так с умилением смотрю. Вот там какие-то предприниматели, какие-то заниматели, кто-то чего-то там собирается сделать, ребята. А вот, что-то страна-то, вот с 87-го года вымирают. А предприниматели, ну, в виде кооператоров, они тогда же там в 86-87 году и появились. Вот, предприниматели и вымирают. Вот как-то это одно другому помогает. Они пытались разобраться с этими нюансами, прежде чем заниматься предпринимателями. То есть, насколько я понял, вы пытаетесь связать вымирание страны с наличием предпринимателей? Я не знаю, как предприниматели могут помочь не вымиранию страны. Ну, хотя бы с созданием рабочих мест для начала. От работы лошади дохнут, извините меня. А вот вымирание-то оно как-то не связано ни с наличием, ни с отсутствием предпринимателей. Ну, давайте, ну, смотрите, а с чем у нас связано вымирание страны, на ваш взгляд? На мой взгляд? Да. По моим наблюдениям, в связи с тем, что у нас очень плохая страна. У нас совершенно безобразная страна, с точки зрения наличия приличных мест, в смысле, пригодных для проживания человека, без нанесения ему ущерба. И ущерб люди получают каждый день и от еды, и от воды, и от педя, и от воздуха. И, так сказать, та система, которая на сегодняшний день существует, и вроде как должна была что-то там контролировать, и что-то людям говорить, что вот вам сейчас плохо будет, завтра лучше, или наоборот. Завтра будет хуже. Она отсутствует. И вот в этих условиях... То есть отсутствует система пропаганды? Да никакая пропаганда, какая пропаганда. Ну, если вы идите, не пойми чего, то какая там пропаганда? Пропаганды тут ничего не сделают. Ну, как, у нас ГОСТ отменили скоро вообще, лекарства, может быть, продавать без клинических... У вас-то отменили, у вас-то отменили, и вот я и спрашиваю, кто чего там делает, отменяет, и каким образом это потом скажется на том, что будет через 3-4-5 лет. То есть у вас так... Вот смотрите... В 12-м году, что у нас вроде как там вымирание там прекратилось, но прекратилось оно там ровным счетом на один месяц. Потом пошел опять рост. То есть у вас хитрый, у вас такой хитрый вопрос, теперь я понял ваш вопрос, что мне туплю, причем сильно... Он не хитрый, он единственный, который нужно отвечать. Позвольте, я вас сформулирую. Ну, вообще вопрос-то такой, о чем мы здесь о чем-то говорим, когда все вокруг вымирает? Ну, я, правда, уже сказал, что нужно менять не трубу, а нужно менять систему. Так, что ли? Естественно. Ну, по крайней мере, в мозгу-то у людей, которые занимаются экономикой, не должно быть только тех численных методов, которые они пользуются для выведения там каких-то итогов и прогнозов. Вы должны понять, где вы живете, на чем вы живете-то? Ну, вопрос, слушайте, у вас не вопрос, а утверждение. Мы ваше утверждение поняли. Все, спасибо большое, Андрей Николаевич. Ну, утверждение разумное. О чем мы здесь обсуждаем, что делать с губернаторами, когда... Вы, кстати, обещали мне рассказать о том, как рыба тухнет с головы. Обещали, обещали, обещали. Я хочу рассказать про интересную историю, которая в Калуге произошла перед госсоветом. Так вот, перед госсоветом мы пригласили губернаторов в Калугу, всех, кто приехал на госсовет. Большая часть туда поехала. И они сидели в зале, а на трибуне были инвесторы калужские, которые рассказывали губернаторам, почему они в Калуге, а не у них там где-нибудь. И понятно, что ситуация была не очень привычная. Губернаторы говорили про то, что, ну, вы в Калуге, потому что Москва рядом, и вообще, вот, вы все такие вот. Это правда. Но Москва рядом не только с Калугой. На самом деле, а... Андрей, должен вас прерваться, мы уходим на новостной прерыв. Добрый день, это программа «Парадокс». У нас в гостях Андрей Никитин, генеральный директор агентства «Стратегических инициатив». И обсуждаем мы сегодня стандарты для бояр. Или как бояр сделать ближе к народу и дальше от царя. То есть о губернаторах говорим. Ну, продолжайте, пожалуйста, про Калужскую область. Да, так вот, на одно из приоритетных мест инвесторы поставили как раз-таки качество работы администрации по совмещению образовательных стратегий с задачами инвесторов. Вот, помните, мы говорили про образование. Имеется в виду образование рабочих и технического персонала. И инженеров. И инженеров, то есть губернатор готов готовить в техникумах и местных вузах людей, которые нужны «Фольксвагену», нужны «Самсунгу», нужны тем инвесторам, которые приходят. Оказалось, для меня это тоже было неожиданно, это очень чувствительный фактор. То есть... Ну, я вам скажу, что вот просто из своего опыта, из нескольких хороших знакомых, которые занимаются реальным бизнесом, реальным техническим бизнесом, «Самая главная проблема – набрать персонал». Его просто нет. У меня такая проблема была 9 лет. Да. А вы случайно не выплачивали? Как это называется у нас? Первая зарплата? Аванс, аванс, когда люди исчезали на потом неделю? Было такое, но на самом деле у нас там, мы все-таки старались их удерживать, у нас... Это просто серьезная проблема, люди не всем, по-моему, ее понимают и оценивают. В композитной отрасли много женщин работает, они все-таки более ответственные люди, да, на самом деле, в этом смысле. У меня был товарищ, который там, женсовет собирался на предприятие, чтобы и зарплату выдавал жонам, чтобы просто в день зарплаты там... И вы знаете, люди потом, говорят, благодарили меня, говорили, вот как это раньше было? Зарплату получил, выпил, проснулся в канаве утром. А сейчас домой пришел, жена налила, я выпил, утром просыпаюсь, кровати, чисто, и все светло, хорошо, и настроение хорошее, и деньги остались. Есть такой вопрос, да. Но это губернатор вообще обращает на это внимание. Вот, скажем так, смотрите, у нас сейчас поставлено много целей. Там что-то... Я просто к этому все с большим скеписом отношусь. Развитие человеческого капитала. Цель важная, хорошая, она заявлена на самом высоком уровне. У меня вопрос возникает сразу. Ну, хорошо, вы в течение последних десяти лет уничтожали образование, здравоохранение, детские сады, дошкольные учреждения. И теперь вдруг встала цель по улучшению человеческого капитала. И что человеческого капитала оказывается самое главное. Поэтому, вот, как сказал звонивший, может быть, действительно, то, что мы обсуждаем, ну, трубу починим, а все же остальное, это все равно, менять все надо. Нет? Ну, в 87-м году мне было 8 лет. То есть не могу я отвечать за тех кооператоров, которые были тогда. Но на самом деле, вот, насколько я эту проблему знаю, проблема демографии, это проблема одного ребенка. То есть люди создавали семьи в 90-е годы, им хотелось иметь детей, но больше одного они просто боялись. Не на что растить, хотя это только так кажется. Вы знаете, только кажется, да, там, позитивные ситуации, люди растят детей, там, при любом состоянии, да, экономике. Это как с инвестклиматом, да, ты либо веришь в будущее, либо у тебя на 3 года инвестплан, либо там, с ребенком он минимум на 15, на 20 получается, да, так, по-серьезному. Вот, вопрос рабочих мест, на самом деле, вот, можно много говорить о стандартах, о каких-то там рейтингах, например, да. Но все упирается в две вещи, это рабочие места, производительность труда, и вторая вещь, это инвестиции в капитал. То есть сколько денег вы готовы потратить не на дачу за границей, а готовы потратить на развитие производства. Но это при условии, что у вас есть потребность, скажем так, инвестировать, вы верьте в то, что стоит расширять производство. Да. Давайте возьмем телефонный звонок. Да, добрый день. Добрый день. Да, вы в эфире, добрый день. Скажите, а проблема темографии у нас никак не связана с тем, что людям в основном негде жить. Они живут в тех квартирках, они просто физически не могут, что позволить, за них сидеть. А получить землю фактически нереально. Ну, для простого человека, я имею в виду. То есть построить дом при наших ценах нереально. Вот если вы пересчете границу России и Финляндии, вы увидите, что квартиры, скажем, аналогичного качества стоят гораздо дешевле, чем в России. Значит, вы увидите, что получить землю там, подсказаться, гораздо легче. Так в любой стране. То есть где существует какая-то проблема с демографией, с демографией, если надо решать, там, не зарплатами, еще чем-то. В принципе, зарплата это хорошо, но это вторично. То есть надо для начала людям дать, где возможности. Ну, вы знаете, я вам переведу контрпример. Аналогичная проблема с демографией существует в той же Германии, в Европе, в Штатах. У нас существует проблема с демографией. Проблема с демографией не существует только у иммигрантов почему-то, да? Которых нет квартир. Которых нет квартир, они, извините меня, плодятся в бараках. Только у иммигрантов. Только у иммигрантов не существует проблема с демографией. Посмотрите, страны, которые с традиционной какой-то моделью морали, там не существует проблема с демографией? Вот в чем дело. Правильно. Понимаете, во многих передачах об этом говорилось и говорюсь. Понимаете, посмотрите, а все очень просто. Когда у вас насаждается модель потреблятства, сначала вам нужно потребить, а потом вы уже начинаете думать о детях. Безусловно. То есть идет, значит, ответственно, массово, то есть людям говорят, потребляй, потребляй, гедонизм. Гедонизм, да, правильно. Философия гедонизма мы видим, да, но к тому же это все подкрепляется чем? Это все подкрепляется тем, что нет у людей возможности по физически, даже тот, кто не гедонист, а тот, кто пашет, как папа Карла. Вот он есть ребенок, хотел бы второго, но живут-то они как крысы, извини, в какой-то маленькой квартирке, в которой они просто не помещаются, у них все на голову вываливается. Вы понимаете, правильно, а получить где-то возможность расширить, у них нет возможности, просто физически, понимаете? Ну, кадров нет. Кстати, кадров, вопрос, Андрей, а в своих программах вы вообще рассматриваете, скажем так, вопросы притока, оттока трудовой силы, притока мигрантов в регионы? Да, есть дорожная карта, крайняя, на которой мы хотели бы разработку дорожных карт закончить, мы ее сейчас готовим, она вызывает массу споров и вопросов, это национальная система компетенции и квалификаций. И там как раз вопрос, как мы учим, как мы переобучаем, потому что основной вопрос с производительностью, это не те, кого мы научим, это те, кто должен повышать свою квалификацию, кому сейчас 30, 40, 50 лет. И третий вопрос, какого рода мигранты нам для этого нужны и сколько? Ну, сколько? Для того, чтобы заниматься развитием, нам нужно, ну, меньше миллиона, на самом деле, людей, высококвалифицированных. Ну, их же, извините меня, у нас же есть программа, если я не ошибаюсь, по переселению русских и русскоговорящих из бывших СНГ, но она почему-то не работает. Вместо, там я смотрел жуткую статистику, что-то на одного русского из Таджикистана, переехавшего сюда, приходится 15-20 таджиков. Хорошо, а если... Который не решает проблему повышения производительства труда, отнюдь. Но при этом, если у вас есть таджик, который учится в Московском университете, на, допустим, микробиолога, и очевидно будет большим ученым, у нас нет возможности дать ему гражданство в упрощенном порядке. И у нас нет возможности дать ему работу, он уедет за границу. Да, он уедет от нас за границу, при этом он прекрасно говорит по-русски, он нормально впишется в нашу страну. И то, о чем мы занимаемся, это скорее вопрос вот про этих людей, да, то есть он, мигранты, это немножко не наша тема здесь. Я, ну, лично, наверное, считаю, что там все-таки есть смысл думать о производительности труда, а не заполнять вакансии непроизводительно мигрантами. Чем иметь 10 дворников с метлой, лучше купить, там, не знаю, какой-то аппарат. А вы знаете, этого никак не получится, я вам объясню почему. Помните картину Репина, по-моему, «Бурлаки на волне»? Да, да, да. Вот там по центру, в правом центре пароходик, идет такой пароходик, дымит, а на переднем плане бурлаки тянут боржу. Так у нас, понимаете, столько бурлаков, они настолько дешевы, что закупать пароходики, ну, бизнесу невыгодно. Да нету их бурлаков-то. Где? Ну, нагнал там 100 таджиков, они тебе вырвали котлован отсюда и до обеда, вместо того, чтобы использовать, скажем, экскаватор. Ну, это только кажется же, да? Ну, как кажется. Это вопрос того же доверия, да, то есть вы решили свой частный вопрос, вы нагнали таджиков, да, а дальше, потом эти люди пришли же в больницы, эти люди пришли в школы. Об этом уже никто не думает. И бог с ним, как бы, я здесь говорю только о том, что они же не платят налогов. Правильно, но об этом уже вообще никто не думает. Ведь у нас же как работает, насколько я понимаю, вот сегодня срубил бабло, ну и хорошо, а завтра, завтра же никто не думает. Такая вот, такой вот менталитет. Ну, кооператоры виноваты, мы же уже слышали. А, да, еще виноват Кудрин и Чубайс. Кудрин и Чубайс, да. Вот три дьявола. Не, ну, а серьезно. Ну, если серьезно, то страна одна, да. Если люди, ну, вот не научившись разговаривать, да, то есть можно говорить, что виноваты красотолюбивые бизнесмены, да, или ленивые и необразованные чиновники. Но самое парадоксальное, что это одни и те же люди зачастую. И, кстати, очень часто происходит, что ленивый и необразованный чиновник, переходя в бизнес, оказывается неплохим бизнесменом. Вот как-то так. Ну, потому что он очень близко связан с такими же чиновниками тогда. Не всегда, не всегда, на самом деле, не всегда. Вот эта ситуация, да, вопрос, что такое госслужба, да, почему, что на ней нужно делать, да, то есть как на ней можно работать так, чтобы получать от этого удовольствие, как от нормальной работы. Ну, вы этим занимаетесь, вы это рассматриваете. Только, применительно, к прикладным задачам. То есть, в принципе, вы даже об этом и не думаете, не затрагиваете, как вот, знаете, большую реформу сделаешь, госслужба. Знаете, столько умных людей в стране, которые предлагают столько реформ. А госслужба все растет, 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 да, парадокс? Я считаю, что моя задача это решать конкретные вопросы, если вот это получается, это важно. А кому... Хорошо, а себя, вот, себя вы как будете оценивать? Вот, скажем, разработали вы план, вы его внедряете. Каким образом вы себя будете оценивать? Успешным было внедрение или нет? Динамика притока инвестиций в эти регионы, инвестиций в капитал. А как еще это можно оценить? Планами? Документами? А зачем? То есть, я сам себя я оценивать могу только по результатам, да, я же не могу себе соврать, правильно? И сказать, что 150 планов мы подписали в течение года. Вот, Андрей, ты молодец. То есть, я даже попытавшись сказать это вам, я все это не скажу себе, к сожалению, по-большому, да. То же самое с этими дорожными картами с инвестклиматом. Там очень четкий кипяй. Срок должен сократиться или не сократиться, да. Если сократился, значит, есть результат. Ну, нет, нет. Хочется пожелать вам удачи в вашем нелегком труде. У нас в гостях был Андрей Никитин, генеральный директор агентства «Стратегический инициатив». Программа Вилла Степана Димура. Удачи!